Вы сделали все ставки на эту самую, ну, быструю войну, на этот конднаступ, на то, что вы уже там Крым к этому моменту займете. Вы там заняли несколько сел, положили очень много людей и техники. Только что мы видели, что двупартийное решение, почти единственное консолидировано, продолжать поддержку Украины. И они будут ее продолжать, пока там будут миллионы людей, готовые, ну, вот, делать то, что они делают, прокручиваться через эту мясорубку. В этом и была ошибка, ну, аналитическая, позорная ошибка и западного эстаблишмента, и украинского тем более. Прибалты хуже, они злее гораздо, более жестокие, и это такая хорошая, пыточная команда на вот такой, в конце лагеря. Сергей Ирландович, здравствуйте. Здравствуйте. Если вы не против, нашу беседу хотелось бы начать с такого события, как визит госсекретаря США Блинкена в Киев. Что примечательно, это то, что он произошел в момент такого относительного затишья, кажущегося затишья на фронте. И что еще более интересно, это то, что, в принципе, информационного шума вокруг этого визита особенно не было. Для чего, как вы считаете, американский госсекретарь посетил Киев? Если он не освещался, значит, не для того, чтобы быть освещенным, да? В смысле, очень многие визиты носят прямой целью пиар. Самопиар, так сказать, некое появление в медийном пространстве, создание вокруг этого какой-то там событийности какого-то образа. Если этого нет, значит, цель была уже не в этом, тогда просто так прилетать в Киев он не будет, значит, цель в другом. С моей точки зрения цель заключается в том, чтобы начать прощупывать все, что связано с будущим той войны с Россией, которую они называют вечной и так далее. Поскольку явным образом те виды на эту войну, которые были, оказались ложными. Я не хочу сказать, например, что все прекратилось. Ничего не прекратилось, продолжаются достаточно серьезные столкновения, так сказать, вот на этих вот южных направлениях. Но ясно, что даже частные успехи в украинской армии, все-таки с его работой она взята и так далее, они все-таки никоим образом не имеют никакого отношения к тому, что планировалось, никаким там близко не пахнет, ничем следующим, никакой фронт никто не прорвал, никакой дезорганизации нет. Идет вот эта позиционная война на истощение. Туда, сюда, здесь, там и так далее. Значит, Блинкену надо адаптировать, как бы, Украину и Соединенные Штаты к вот этому новому статусу войны. Что с этим делать? У них впереди выборы, никакого разговора о том, чтобы это все остановилось, не было. И прежде всего надо сказать, дорогие там украинские соратники, мы, с одной стороны, конечно, разочарованы вашим, так сказать, реальным эффектом, широко расрекламированные. С другой стороны, мы от помощи вам не отказываемся, вы не думаете, мы обсуждаем, как дальше вести войну с русскими, что еще можно сделать для того, чтобы она была эффективнее. И устанавливаем в новой ситуации, сверяем часы, это называется сверка часов, и устанавливаем этапы будущего развития этого конфликта сообразно тому, что получено. Прежде всего я приезжаю и говорю, ну так что, имеем вот с гульки нос? Да нет, не с гульки нос, нет, не, ну подождите, ну давайте вот мы здесь вместе вживую поговорим, вы нам расскажите конкретно, что происходит. Мы хотим посмотреть вам в глаза, мы хотим вам высказать некие наши чувства, и мы хотим понять, в каком вы находитесь состоянии-то, что дальше. Вы сделали все ставки на эту самую, ну, быструю войну, на этот наступ, на то, что вы уже там Крым к этому моменту займете. Вы там заняли несколько сел, положили очень много людей и техники, очень много, даже не хочется говорить сколько. Вот, и после того, как это вы сделали, вот все это дело сейчас уходит в осенний сезон, так что будем делать? Что вы собираетесь делать? С чего вы от нас ждете? Как мы будем дальше это развивать? Как мы будем подавать это обществу? Потому что у нас, между прочим, там, говорят американские коллеги, своим украинским коллегам, у нас там выборы как бы приближаются и все прочее. Давайте мы всю эту повестку дня, всю эту адженду военную, политическую, информационную и спецслужбистскую соединим вместе, поймем, как мы дальше воюем. И мы хотим понять, в каком вы психологическом состоянии, никогда не приезжают без желания провести психологическую разведку. В каком вы состоянии? Вы раздавлены, не раздавлены? Мы хотим вас в каком-то смысле успокоить, но сказать, что это ничего не значит, мальчик нехорошо себя ведет, но мальчика любят и с ним дальше будут работать. А дальше начинается разработка того, как именно будут работать. Собственно, военно, политически, информационно и специально. Вот в чем, как мне кажется, содержание встречи. Вот вы упомянули этот широко разрекламированный контрнаступ в СУ, и как раз об этом я и хотел спросить, потому что, ну, мы видим, что он хоть и был широко разрекламирован, но даже сотой, наверное, доли того эффекта, ожидаемого, он не принес. Вся вот эта вот западная техника, она, большая ее часть, по крайней мере, была утилизирована на фронте. Как вы сами сказали, живые потери, потери в живой силе тоже очень большие. Очень большие этого не отрицают даже в Киеве. И вот я хотел узнать, вы как считаете, Украина уже, можно сказать, превращается в отыгранную карту для Запада? Либо они попытаются что-то еще выжить? Они хотят положить там еще, ну, я по этому поводу уже говорил некоторые вещи, там, я, у меня такая знакомая, которая была дочерью крупного работника такого закрытого города Шевченко, да, и она вставала в московском магазине в очередь, хотела купить рыбу, и говорила вокруг, она была непосредственным человеком, женщина, женщина, вы скажите, что вот это за рыбы все какие-то там, скумбрия, что-то, я не понимаю, у нас вот есть рыба, там, севрюга, там, и так далее, а вот это что за рыба, я не знаю. Вот что такое лютвек, я знаю. Что такое семга, я понимаю, как это моя знакомая. Что такое осетрина, я понимаю. А что такое блинкин, я не знаю. Вот я не знаю это психологически, как говорят, перцепции. У меня есть биографии, психологические портреты, все, что полагается аналитику. Но у меня перцепции этой нет, понимаете. Только вот блинкин, это вот это Камбала, понимаете. Как она приползла, из каких недр американского безумия она выползла, что она собой знаменует, сколько там безумия, корысти, каких-то патологий и так далее, непонятно. А лютвек, это понятно, это крупный военный стратег, близко связанный с кругами действительно американской элиты. И когда он говорит, что в Америке, то есть на Украине будет трехмиллионная армия, так он ее и хочет сделать, понимаете. Пока МОП-ресурсы есть, и украинские мужчины готовы умирать, пока все выстроено так, что лютые ненавистники, консолидированные Россией, представляющие собой украинское меньшинство, не знаю, меньше миллиона, управляют всем остальным обществом, как хотят, а это общество позволяет себе промыть мозги, да. Пока вот этот вариант действительно неонацистский во всех смыслах реализуется, он драгоценен для Соединенных Штатов. Как сказал Мит Ромни, самое выгодное вложение – это вложение в Украину. Только что мы видели, что двупартийное решение, почти единственное консолидировано – продолжать поддержку Украины. И они будут ее продолжать, пока там будут миллионы людей, готовые делать то, что они делают, прокручиваться через эту мясорубку. Нигде больше столько нет. Прекрасное расположение. Европу все на уши поставили. Разрушили отношения с Германией. Сколько целей интересных всяких реализовано. И главное, что они же все-таки надеются, что рано или поздно, немытьем-то катаньем, да, так сказать, русские, привыкшие к другому образу жизни, другим параметрам существования, не поставленные в эту мобилизационную модель, как украинцы, что что-нибудь они дернутся, где-нибудь возникнет какое-нибудь недовольство. Украинцы все время говорят им, что Россия распадется, а они мечтают об этом распаде просто упоенно. Побоиваются Китая, одновременно мечтают. Поэтому они будут играть эту главную козырную карту. Если там нет людей настолько банальных и почему-то влияющих на решение, что они готовы на все это забить, получить взятки, я не знаю, или решить какую-нибудь ситуационку короткую, или оказаться под влиянием собственного безумия, и все это дело похоронить уже почему-то в техноструктуре, как говорил Гайбрэйт, да, то есть в этом узком круге Обамы, прошу прощения, оговорка по Фрейду, в узком круге Байдена они уже состоялись, и они готовы на какую-то хигню что-то с чем-то разменять, и почему-то, так сказать, видимо, в корыстных собственных целях, или решая совсем банальные и тупые задачи, почему-то они готовы сдать украинскую карту. Но я в этом очень сомневаюсь. Ничего лучше, чем то, как есть, для них нет. Они не воюют, те воюют, поэтому я оставляю какие-то проценты достаточно серьезные на то, что эта Камбала может совершить все, что угодно, в том числе сдать Украину. Кроме того, хвост вполне вертит собакой. Послушайте, как говорит Зеленский. А мы этому суду сейчас свой суд такой вставим, что ему мало не покажется. Он уже разговаривает высока, потому что он понимает, насколько та сторона является заложницей этой ситуации, что он коронная карта, и что он шантажист. А вот сейчас как возьму и проиграю, и что будете делать, и так далее. Поэтому он их уже и пугает. Мне кажется, что все эти упования отыграют эту карту, и так далее. Они все-таки или являются атрибутом узкой группы людей, которая реально, прошу прощения, заносит и что-нибудь еще делает, либо они являются неврозом огромной группы элиты русской, которая хотела бы, чтобы так было, да, и выдает желаемое за действительное. Может быть, это сумма двух этих факторов. Я буду рад ошибиться. Если американцы сдадут Украину, это будет один из самых счастливых дней и моей жизни. Но я думаю, что Америкой не по удурке управляют. Ее управляют Людвиг, Школа Бжезинского, Рэнкорпорейшн и все прочее. И какие-нибудь вот эти новые фонды. Это BlackRock, Vanguard, State Street. А они же ведь тоже нечто представляют собой странное. Там максимальные пакеты. Кто хозяин? Единицы процентов или десятые доли процентов. Значит, что там внутри? Мои собеседники за границей говорят, что внутри какие-то узкие кланы спецслужб, которые рулят всем этим. И даже описывают эти кланы. Так эти кланы тоже никогда не будут прекращать эту войну на Украине. Зачем? И наконец, как я всегда в таких случаях говорю, все обсуждают китайскую карту. Ну китайскую карту не отыграешь на Тайване, понимаете? Это маленькая точечка. Ну туда-сюда, но обменялись там. Чуть-чуть побуцкались. Дальше-то что? Как воевать? А вот если Россия захвачена и огромная русская граница становится по сути американо-китайской, тогда возможно очень много. Поэтому они будут переть рогом дальше. Как мне кажется, я буду рад ошибиться и могу ошибиться. Наверное, совершенно справедливо сказали, что большая часть российского общества, она в принципе не особо привыкла жить в таких условиях, в каких сейчас находится Россия. Но а что до украинского общества? Украина – это рыхлое тело, в котором управляет меньшинство. Которому все, что угодно, диктует меньшинство. Это общество – нет. Оно, заметьте, большое. Оно не бюрократически такое вялое, как в России. Это не заорганизованные группы. Это люди, в ядре которых ненависть к русским, воля, понимание, что такое пиар, что такое политическая война, желание добраться до этого горла. Их много. Их много. Украины нет экономики. Украины нет своего военно-промышленного комплекса. Украина превращена в милитаризованное гетто. Она продает, главный ресурс, который она продает, это пушечное мясо. Это пушечное мясо есть. Оно в цене. Управляют бандиты и клоуны. Над ними стоит вот эта сосредоточенная, ненавидящая, по-настоящему нацистская группа. Она большая. То есть она составляет 2% населения. Она властвует как хочет. Над этим стоят западные группы. Все. Украины, как суверенного государства, нет, я не знаю ни одного человека, который считает, что она есть. Ни одного. Может быть, президент уже этой Украины настолько там, я не знаю, сильно стимулирует себя какими-то веществами, что он, ему снится суверенитет, но его нет. Я никогда не преуменьшал силу врага. Я считаю, что это омерзительное занятие. Я, между прочим, говорил и повторяю, что начиная с Чарли Чаплина, да, вот это преуменьшение личности Гитлера и его окружения, да, оно может быть в короткую и помогло там, войне, но в длинную оно не дало понять, что такое нацизм, понимаете? Но нет, 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 это сила Украины в том, что ее нет. Бюджета нет, да, это, и его не надо, когда, зачем думать о том, сколько мужчин должно работать на производстве? Все, что надо для жизни, дадут оттуда, да? Да и производств никаких не осталось уже, откровенно говоря. Ничего, она потеряла суверенитет полностью, под вопли о суверенитете она свела его строго к нулю, строго. Значит, она в этом смысле управляема оттуда, раз, у нее есть вот эта узкая группа, она сильная, она очень темная, но сильная, настоящая. Она подключена к Западу 46-го года, скажем так. Она преемственная и все прочее. Это страшный враг. Беларусы могут посмотреть на свою такую группу. Она тоже есть, она слабее, чем та, но она есть. Под этим, ну, тоталитарная машина управления, имитирующая демократические процедуры, мощное промывание мозгов, выполнение, так сказать, указаний этого самого, уж не знаю, посольства Блинкена или кого еще, полная зависимость и все. Поэтому, что там Украина хочет, вообще никого не касается. Что касается России, я считал, что она находится в резко худшем состоянии, чем это показало, как, скажем, вскрытие военной операции. Казалось, что там уже одна сплошная потребительская опухоль. нет, это не так, это не так. И если бы это было так, то они бы были уже и в Мелитополе, и где угодно, и в Брянске. А это не так. Это не значит, что ситуация хорошая. Она плохая. 30 лет потребительства даром не даются, элита очень вестернизирована, это не только те, кто открыто возбухает против Путина, это те, кто ему кланяются и готовы на что угодно, при этом ненавидят, и это те, которые ушли в такую скрытую оппозицию. Везде, во всех слоях, включая военные слои, скажем так, от ниже среднего до выше среднего, да, очень как бы сложное настроение, все эти эпизоды с Вагнером и так далее тоже дались нелегко, хотя могло быть и хуже, да, очень проблемная страна, и если не менять ситуацию, когда-нибудь нагрузка станет чрезмерной на это, но пока что выяснилось, что вот в этой стране, которую внушали, что нет ничего кроме потребления, а своя рубашка ближе к телу и шкура, героических ребят, готовых профессионально воевать, так вот, смысл заключается в том, что мерзавцы приходят и уходят, а ядро остается, оно им не подвластно, его подпортили, царапнули, чуть-чуть там ту или другую сторону сдвинули, идут мощные негативные процессы, но, кстати, в этом смысле война не худшим образом на это повлияла, она как-то открыла глаза, она снизила какую-то бессмысленную, шепкозакидательскую эйфорию, она заставила как-то работать, не все перестали работать и, скрипя зубами, воруют, нет, не все, многие, но не все, и этими не всеми держится Россия и укрепляется, и в этом смысле эти, эйфория вся, эта шепкозакидательская, сейчас за 10 дней всю территорию займем, позорная эйфория, связанная с тем, что построили красавицу страну, она так же ложна, как и паника, полное дерьмо, ничто не работает, не так все, вот иначе, моя мать, известная советская литература вед, такой, достаточно, оппозиционно настроенный к тому, номенклатурному официозу, она внимательно читала Солженицына и говорила, вот если бы все было так, то я бы приходила в булочную и не было бы хлеба, а я его утром купила, вот если бы все было так, как рассказывают вот эти злопыхатели, то не только под Харьковом совершился бы некий частный временный позор, а он бы продолжился, а его нет, ну нет его и все. Более того, сейчас Россия, ну может быть не так быстро, как кому-то хотелось бы, но все-таки переходит наступление, купинское направление то же самое. Я не знаю, наступление, не наступление, посмотрите на карту, это бой за избушку лесника, туда-сюда, это касается ну одной сотой позорно с данных территорий, я имею ввиду этот Харьков, около Харьковский позор, о чем говорит, но он был и кончился, понимаете, вот то, что после него произошло, не есть эскалация этого позора, они же этот контрнаступ планировали, экстраполируя Харьков на юг, ту ситуацию на сейчас, а это нельзя делать, в этом и была ошибка, ну аналитическая, позорная ошибка, и западного эстаблишмента, и украинского тем более, сейчас такими же силами даваню, силами Х даванули в Харькове и побежали, заняли большие территории, сейчас силами Y, что Y в 20-100 раз больше Х, даванем на юге и побегут в 100 раз быстрее, во, никто не бежит, и это еще и есть одна из тем эксклюзивных встреч Блинкена с украинскими подчиненными. У вас часто, да и в ходе ну вот этого вот разговора звучит такой термин как вечная война. Я так понимаю, что она вечная буквально. Считается, что это вечная. Ну, я называю это стратегией позиционной войны или войны на истощение. Вот то, что принята стратегия войны на истощение, я думаю, что с какими-то издержками русские могли занять Харьков и юг Украины. Могли. Но эти издержки были признаны недопустимыми. И тогда было сказано, а собственно в чем дело? Ну, пусть они прут. Соотношение, чтобы переть, должно быть один к трем. Ну, вот давайте мы все, что можем, сделаем. Какая-то такая схема. А на истощение война имеет свои параметры. Например, мобилизационный ресурс. Русские не хотят мобилизации. Украина проводит тотальную мобилизацию. Русские не хотят ее. И к этому есть масса оснований. Внутрополитическая ситуация. Вот этот, тем не менее, потребилизм и так далее и тому подобное. И, кроме всего прочего, отсутствие инфраструктуры для развертывания, накопленных ресурсов и так далее и тому подобное. Но реальный мобилизационный ресурс России, ну, я думаю, в 5-6 раз больше. Правильно? Как минимум. Как минимум. А может еще побольше. Это не значит, что у них его нет. они его реализуют весь, а мы реализуем 3%. Поэтому у них он больше. Что меня всегда тревожило. С самого начала операции спрошу, чем ограничен контингент? Почему спецоперация? И так далее и тому подобное. Но он же есть. Значит, если задача идет на истощение, то с точки зрения моб-ресурса понятно, кто будет истощен. первым. Если выстоят, истощена будет Украина. Буквально. Не хочется даже обсуждать эту горькую возможность. Но это реальная потеря 5 миллионов взрослых мужчин. И достаточно медленный прирост этой пушечного мяса, которое можно мобилизовать. Экономика. С точки зрения экономики Россия сейчас раз 50 сильнее Украины. Но на Украину работает весь Запад. И тут вопрос возникает в том, как быстро Россия будет военно-промышленный комплекс раскручивать, и как быстро Запад будет. Он же ленивый, и всякий прочий. Он же может. Мы же знаем, как Америка умеет раскручивать ВПК, при Рузвельте и так далее. Будет ли она это делать? Это отдельный вопрос. Значит, соотношение вот этих параметров. очень важное. Потому что если даже МОП-ресурс больше, и если даже ты решился его задействовать, и можешь почему-либо по сумме обстоятельств, то тебе же надо еще иметь оружие в очень большом количестве. И тебе нужно понять, что количество ку людей, которые воюют, само по себе ничего не определяет. Определяет количество, умноженное на военную мощь. Вот этот МОП-ресурс, он же не с черенками от лопаты пойдет наступление? вот-вот-вот, вы все правильно говорите. Значит, он с чем-то. Если с одной стороны черенки, а с другой стороны скорострельное оружие, то хоть вы сто миллионов возьмите с черенками, их уложат, это все. Значит, нам нужна та самая гонка вооружений, которая на самом деле единственно раскручивает мощную экономику, да, и которой всегда пугали. Вот, как говорил Лев Николаевич Толстой, про одного писателя он пугает, а мне не страшно. Вот. Значит, это все очень важно, но с точки зрения параметров суммарных сейчас есть вполне возможность, что Украина проиграет войну на истощение. А если она ее проиграет, вот тогда от нее отпрыгнут как угодно, раз, и тогда ряд политических проблем с Украиной окажется решен, как это не горько все говорить, не то, что я за это ратую, я это констативую, гораздо более эффективно. Мы много потеряем во время этой войны, но если война на истощение, то после нее мы меньше потеряем на антипартизанской борьбе, потому что ее вести будет некому. А что мешает американцам после истощения украинского, как вы говорите, пушечного мяса бросить в бой польское или прибалтийское, например? надо разрушить НАТО. Как только разрушается НАТО, и американцы за это не отвечают, то все эти прибалтийские и польские это все понты дороже денег. А какой-нибудь турецкий фактор очень серьезный, японский фактор очень серьезный. Есть серьезные факторы, которые они могут мобилизовать. и слава богу, что пока что этого не произошло. В этом смысле сейчас НАТО вот в этом конфликте это система, которая скорее нам полезна, чем вредна, потому что ее нельзя задействовать. Это не фас, это пру, это не газ, это тормоз и всего этого. Только это мешает. Но они подумывают об этом, подумывают. Знаете, почему вообще такой вопрос возник, просто глядя на поведение Польши, которая на границу с Белоруссией направила дополнительно около 10 тысяч солдат. Или вот на прошлой неделе, например, польский военный вертолет на полтора километра пересек белорусскую границу. То есть неспроста такие вопросы возникают. Значит, я когда-то давным-давно вместе с одним своим преподавателем еще в институте мы занимались стратегической теории ИКОР. А преподатель был очень талантливый, к сожалению, сильно пьющий. И на каком-то этапе эта вот талантливость сработала в плюс. И его пригласили работать в чисто военные ведомства. А он там занимался этими траекториями. траекториями есть такие всюдоразрывные функции. Он начал показывать, что вот строишь математическую модель войны, и вот тут возникает линия фронта в виде всюдоразрывной функции, а какой-то генерал сказал, ну вот здесь и надо рвать фронты. Начали моделировать все операции, могу сказать, что с точки зрения математики Корсунь-Шевченковская операция оказалась самой оптимальной и так далее и тому подобное. Просто сидел этот слегка податый преподаватель как лицо такое военнообязанное, но не в погонах еще. А рядом сидел генерал трехзвездный, который посмотрел на все эти модели и сказал, вот тут надо провести эксперимент. И преподаватель понял, что экспериментом называется ядерная война. И быстренько отманеврировал назад в гражданскую сферу. Так вот, не хочется же, чтобы был проведен эксперимент, но я лично считаю, то не польская армия окажется в Минске, а белорусская окажется в Варшаве. Вот это очень понтовая ситуация, понимаете? Это не украинский нацизм. Это еще польская сгнела. Так она же сгнела. Поэтому в этом смысле я скептически отношусь к фактору прибалтийскому, там есть ненависть и трусость. Такие убийцы, но трусливые. Их немного. И к польскому там очень много понта. Украина это совсем другое. Это совсем другое. У них нет другого такого выдрессированного зверя из бездны. он один. Он уникален. Но на подхвате есть Турция, крупная военная держава, с какими-то претензиями, которые, слава богу, сейчас не находятся в состоянии открытой конфронтации с нами и Японии, которая будет милитаризовываться. До куда дойдет Германия, я не знаю, но если Германия милитаризуется по-настоящему, то первой ее целью будет Варшава. Да, не сряши говорят, что немцы прекрасно помнят, что Гданск когда-то назывался Данцик. Дело не только в этом. Дело не только в этом. В этом смысле вообще вот этот немецкий дух, он больше в ГДР остался, чем в ФРГ. И когда в 68-м году в том числе знакомые моего отца там выводили войска в связи с Чехословакией, я был на первом курсе и на линейке которая была в связи с практикой геологической стояло 3000 человек, я сказал, что это ошибка по комсоргам практики. А войска водили знакомые и они сказали, что ГДРцы просили об одном, не надо, чтобы кто-нибудь сходил кроме нас. Как только чехи услышат немецкую речь, возникнет идеальный порядок. говорили ГДРовцы, товарищи коммунистический интернационал, хорошо, только пожалуйста не надо вянгров, румын и бог знает кого. Мы войдем и все будет кончено. Без всяких гуманистических затей, свойственных нашим советским братьям. Если этот дух остался, то первая его цель Польша первая, и я бы на ее месте поеживался. Что будет потом, это отдельный вопрос. Но сначала будет суп с польским котом. Я кстати говоря слышал, что Польша милитаризуется не столько потому, что боится какой-то мифической угрозы со стороны России, а потому, что ощущает вполне конкретную угрозу со стороны Германии. Для того, чтобы понять Польшу, надо смотреть фильмы в том числе Анжиа Вайды талантливой. Я смотрел хорошие фильмы. Польский кинематограф хороший, польский театр хороший и все. И понять, что там вот это романтическая порывистость и ломкость соединяются вместе. Вот это прямо противоположное русским. Это быстрый взрыв, такая романтическая война без надежды на успех и быстрое сворачивание. Русские медленнее начинают и они не заканчивают. они раскачиваются. Они постепенно привыкают. Медленно сопрягают, но быстро едут. Да, да, да. Еще как они едут, может, они тоже медленно едут, но сейчас. Но смысл здесь заключается в том, что они в это втягиваются. Они в это втягиваются. В общем, это народ марафон. А поляки это спринт. С большой дозой побрякушек каких-нибудь и всего прочего. Прибалки хуже. Они злее гораздо, более жестокие. И это такая хорошая пыточная команда на какой-нибудь концлагерь. Но их мало и расходовать себя они не будут. Румыны никогда хорошо не воевали. Спецслужбы были неплохие. Воевать не могут совсем. Чехов мы не будем обсуждать. Мощный военно-промышленный комплекс. Абсолютно нулевая армия. Турция, Япония. Очень крупные военные державы. А что будет с Германией неизвестно. Вряд для этого эту боевую машину спустят с поводка. Визит президента экваториальной Гвинеи в Минск. Думаю, вы о нем слышали. Состоялся буквально вот-вот. И хотелось бы обсудить его с точки зрения перспектив для союзного государства. Ну, потому что мы видим, что происходит в Африке, как это сейчас называют борьба с неоколонизаторами, которые там по-прежнему еще стараются удерживать власть. Я считаю, что африканцы очень ожили, когда поняли китайский фактор. Но китайцы для них очень эффективны, но жестковаты. Они уж совсем так на себя, да? А русских они помнят, как этих спонсоров. Спонсоров там таких развивателей, каких-то таких не колониальных совсем людей, не вот это не колониальное господство. И они пытаются каким-то способом понять то, что никто не понимает и что однажды очень крупный индийский деятель меня лично спросил. Вот, говорит, я ввожу метафору, вам она будет понятна. Скажите, вы еще римляне или уже итальянцы? мир не понимает, русские это еще римляне или уже итальянцы? вот я не понимаю условно там та же Белоруссия это еще рим или это уже свободная провинция как-то определяющаяся. Мир этого не понимает. Мир сохранил надежду на то, что Москва это Рим. Они едут смотрят, у них есть какие-то практические задачи, но за всеми практические он говорит, так это Рим. Так он нам нравится. Он не так жесток, Китай. Он не так жесток, как Америка. Мы уже понимаем, что нас опускают на дно, мы туда не хотим, мы в этом во всем разочаровались, но вы то что? А где ну пытались там такие олигархи уже после крах Советского Союза с Фиделем Кастера наладить некий диалог и послали неких близких к нему людей наших советских русских и те начали разминать Фидель там Куба Советский Союз Френшип и все Фидель ответил это была встреча один на один мне просто рассказывали Фидель ответил Советский Союз это фантастическое государство божественное неслыханное это то что я быготворил потом сделал паузу и сказал но Советского Союза нет и поэтому давайте обсуждать экономическую рациональность отношений между Российской Федерацией кулы цены на сахар на все вот это все вот это надо почувствовать это действительно надо когда-то глаза увидеть я говорю ко мне я много в Индии был пока особенно не занимался совсем сильно здешние коммуны и всем прочим я часто очень был и я привык например отличать тип сари женской одежде ну по касте кто богатые бедные высшая каста нет и ко мне подошла совсем молодая индийская женщина нельзя говорить индуска потому что наверное она была индуска индийцы это нация индусы это религия и вот она подошла как представитель одной из крупнейших газет индийских и сказал скажите вы хотите восстановить Советский Союз да что есть какие-то возможности я говорю ну возможности как каковых нет но память то есть и прочее все город Китиш остался он ушел под воду но он же есть и все прочее я говорю почему меня спрашиваете она ответила с изменившимся лицом я был максимум 25 лет она была из высшей касты у нее было все в порядке она сказала потому что я не хочу жить зная что Советского Союза никогда не будет и это Индия которая сейчас очень высокомерно себя ведет она вкусила вот этой радости развития и она ведет и это есть а представьте сколько этого в Африке память не исчезает как говорят люди которые верят в информационное поле и все прочее материальные объекты могут исчезать а их информационные энергийный след который называют эгрегором остался Советского Союза как государства нет но эгрегор то никуда не делся за него слишком много людей умерло оно слишком много сделало это то нельзя убрать с повестки дня то есть можно только если быть уж совсем тупым материалистом но как их немного они даже не доминируют Африка будет искать связи Африка выдушисленна она просто не понимает она в каком-то смысле не верит когда Хрущев беседовал с Мао Цзэдуном после смерти Сталина переводил один из знакомых моего отца ну и беседа там прошла все и потом Хрущев говорит ну ладно вы разоблачаете культ личности Сталина Мао Цзэдун говорить не буду как не будете да ладно вам что деньжат подкинем там всякой индустрии не будем мы его слишком сильно хвалили сказал Мао и если мы начнем сейчас ругать мы потеряем лицо что сказал Хрущев лицо сказал Мао Цзэдун это для китайской культуры фантастическая вещь потом он посмотрел Хрущев не понимает и сказал когда мы потеряем лицо мы потеряем власть потом еще посмотрел понял что-то не понял сказал а зачем нам власть если у нас нет лица я все время говорю об этих не экономических аспектах ситуации потому что у нас очень сильно раскручено вот это ощущение что в власти денег царство золотого тельца а его нет есть сила и есть дух дух властвует над силой сила властвует над материи и когда это в полной мере воскреснет и воплотится на практике жизни в России все вспомнят советское прошлое все соединятся с этим советским эгрегором и тогда многое может быть восстановлено если мы еще римляне евреи на протяжении двух тысячелетий в синагогах говорили до встречи в Иерусалиме не имея никаких шансов потом встретились это все решается не системой экономических уравнений и не прагматикой это решает дух было сделано все чтобы его убить а вот видно что не умер не умер он по-моему наоборот окреп еще сильнее разве нет не знаю это великая фраза Пушкина окреп ларусь так тяжкий млад гробя стекло кует булат посмотрим я в это верю живу этой верой я тоже что ж спасибо вам большое Сергей Ирвандович за эту беседу как всегда было интересно общаться с вами всегда готов до свидания Белоруссия приоритетно спасибо до свидания всего доброго до свидания Субтитры подогнал «Симон»